Друзья, всем приветствую с восточного Берлина с улицы, которая называется Карл Марксстрассе, то есть шоссе Карл Маркса, что-то такое. Эта улица представляет собой, скажем так, величие, ну это скажем так, в кавычках может быть величие, но просто можно сказать и так, что величие бывшего ГДР. Здесь проходили все парады и прочие интересные штуки проводились. Мы можем по-разному оценивать с исторической точки зрения все эти события, но эта улица, вот именно Карл Марксстрассе, представляет из себя наиболее, так сказать, представительную, интересную для нас копию чего-то такого восточно-советского, в общем-то. И рядом со мной прямо здесь находится ресторан Москва. Насколько я знаю, сейчас он не работает, скорее просто для всяких конференций проводится, но просто посмотрите саму эстетику вокруг, как вот все выглядит, как дома и прочее. Просто идете и понимаете, что что-то такое очень интересное. Скажем, завод Татра, вот он здесь, когда-то был, сейчас я не знаю, что здесь. В общем-то, архитектура напоминает нам о чем-то таком прошлом, старом, старинном. Ну не старинном, а именно вот таком советском, да, скажем, посмотрите на все эти прекрасные коробочки. Вот, и, в общем-то, ходишь и понимаешь, что это вот, наверное, одно из лучших представлений о том социалистическом рае, в кавычках, может быть, не в кавычках, которые людям хотели показать или доказать что-то. Вот вы, например, посмотрите, почему у немцев получается сделать из этих всех коробочек что-то такое весьма даже интересное, я бы сказал. Посмотрите, качественно сделано, ну, по крайней мере, облицовка сделана качественно. Может быть, там что-то под ним кроется очень такое старинное и некачественное. Но так в целом смотрится неплохо. Подъезды чистенькие, все чистенько, лужайки убранные, то есть весьма прикольно. Ну, здесь, конечно, граффити и все прочее, современные всякие веяния, которые современную жембиру навязал. Ну, посмотрите, посмотрите вокруг. Это же реально такое представление весьма интересное. Все здесь уже переделано, современный магазинчик. И, конечно, допустим, байки продаются, да, велики. То есть, ну, что-то такое все равно напоминает нам, да, о былых временах. Обратите внимание на всякие надписи. Здесь что-то наверняка написано про социалистические ралли, что-то такое. Надо, в общем, перевести и посмотреть. А здесь уже дальше продолжение улицы в таком более сталинском стиле. Смотрите, всякие там колонны, что-то такое более величественное. То есть не просто какие-то типа Хрущевки, Брежневки, да, что-то такое вот именно уже интересное проглядывается. Здесь вот в центре, вот на этой вот площади стояли раньше фигуры. То Сталина, то Ленина, короче, их сносили и всякое такое. Сейчас там уже ничего не стоит, соответственно, просто вот такая вот улица, да. Ну, просто обратите внимание, как все знакомо и приятно нашему глазу, скажем так. Ну, по крайней мере, моему тут уж точно. Вообще мне нравится здесь. Ну, какие-то кафешки внизу, что-то такое тоже. Ну, стандартно, в общем-то. Не знаю, ничего такого, скажем, специфического я не вижу, но с другой стороны прикольно. Так, а что будет, если мы пройдемся под этими колоннами? Что ж там интересного такого будет? Давайте посмотрим. Так, ну, пока вроде все стандартненько. Ага, значит, здесь у нас начинается уже, опять же, вернее, не начинается, продолжаются родные сердцу домики. Ну, уже, кажется, немножко более современные, что ли, версии какие-то. Какая-то облицовка другая немножко. Ох, ребята, я тут был 4 года назад. Ощущение просто кайф. Всегда обожаю эту улицу всю. Со всеми этими зданиями. Это просто класс. Наверняка для тех, кто жил в это время, если вот у меня кто-то смотрите, да, если кто-то жил в это время и гулял по вот этим улицам, и бывал в бывшей ГДР, то скажите, пожалуйста, свои впечатления об этом всем. Мне реально интересно, как вообще это все тут функционировало. Как люди жили, в принципе. Я смотрел много документалок и до сих пор ничего не понимаю, потому что слишком много вопросов остается. Слишком много вопросов. Как вам узоры на домах? Мне лично нравится, так прикольно смотрится. Весьма интересное оформление. А мы возвращаемся обратно на главную улицу. То есть вот это был такой вот небольшой дворик. Теперь возвращаемся на основную улицу. Да видите, столько лет прошло, более 30 лет, а не так много-то и меняется. В принципе, все... А, ну вот только видите надписи современные выглядывают. Друзья, ну оформление балкончиков меня прям вообще цепляет. Ну то есть посмотрите. Ну серьезно. Все такое четкое, ровненькое, такое по-немецки сделано. Прям вообще класс. Ну просто молодцы, реально. То есть если это в те годы вот так же выглядело, то это даже очень круто, как по мне. Но ничего такого плохого я лично в этом не вижу. Смотрите, какой-то магазин оптики, который был с 54-го года здесь. Вот в этом подъезде. Где-то здесь. Ну и балкончики. Если же мы посмотрим обратно, то мы увидим телевизионную вышку. Вот ту знаменитую телевизионную вышку, которую можно видеть вот здесь вот. И это прям на всех открытках ГДР всегда была. Здесь у нас остановка метро. И интересные часы. Вот они перед нами здесь. Не знаю, были они раньше или нет, но выглядит прикольно. Вот мы подходим к интересному плакату, в котором рассказывается про историю того, как строилось жилье в ГДР. То есть изначально все строили там как-то с размахом, все такое, все пытались, сделали качественно, а потом просто все из блоков начали делать, из кусочков. Но это понятно, это в общем везде. В софт-секторе было. Изначально пытались как лучше, да, что-то такое вот типа вот сталинского такого сделать, а потом получались в итоге коробки. Ну, то есть дальше и дальше. И много-много-много коробок. Но идея-то была в принципе хорошая, чтобы всех обеспечить жильем. Просто эта идея куда-то не туда пошла, не туда свернула. Из-за, видимо, бюджета, того, что не хватало его, да, ну, как получилось, так получилось. Фрески настенные классные, реально, смотрите. Что-то представляют такое интересное, народное, скажем так. А здесь опять же, смотрите, двери все те же, тех лет, походу, не менялись даже. Любопытно. Что я могу сказать? Классно. А здесь вот рассказывается, откуда брались все идеи по постройке домов. Ну, мы как бы и так сами знаем, что все бралось с советской модели, скажем так, как там строили. И вот отсюда люди ездили на шестинедельную, так сказать, практику, чтобы понять, каким образом все это производилось, строилось и всякое такое. Ну, вот написаны модели, откуда все бралось. То есть, вот это Челябинска, что-то с Москвы. Ну, как бы мы и так с вами это знаем, как бы, что это все, ну, скажем так, весьма похоже на это великолепие, которое мы видели у нас на родине. Так, я снова залип на эту мозаику. То есть, мозаики делать умели. Ну, некоторые здания тоже. Смотрите, тут даже расположился компьютерный музей. Просто классно. Надо будет зайти как-нибудь. А может, сейчас и зайду, не знаю. 11 евро стоит. Зайти, не зайти, не знаю. Слушайте, классно, компьютерный музей. Мне, в общем-то, понравился, могу сказать. В нем представлены всякие разные стенды. Можно посмотреть, как развивались компьютерные игры, начиная буквально с какой-то там еще военной области, когда там какие-то радары были, на радарах что-то там рубились, просто как экран их использовали, там точка по радару бегала. И заканчивая сегодняшним днем, то есть, как это все развелось, какая там 3D-реальность, эти очки и прочее. Ну, то есть, показаны все, там приставки разные, и современные, и не очень современные. Какие-то совершенно простые игры, которые были основаны просто на каких-то перемычках, знаете, перемыкать перемычки на специальной плате. Вот это типа такой игрой, типа конструктор, да. И всякие интересные, более интересные вариации, когда уже какие-то в 90-х игровые приставки, рейсинговые игры, там можно сесть за руль аркадной игры, погонять. Ну, то есть, какие-то прикольные варианты есть. Некоторые стенды не работали, вот, не все работало. Но, в принципе, за 11 евро нормальная возможность поиграться во всякие эти разные игры. Я решил на велике прокатиться, ребята. Как вам такое? Вот с таким видом. По-моему, это просто класс. Я не знаю. Это, по-моему, одна из моих мечт последних 4-х лет, наверное, была прокататься здесь на велике. По Александр Плацу. И все, что рядом здесь, просто класс. Смотрите, все фрески были наполнены смыслом. О, как. И здание тоже. Говоря о Берлине, конечно же, нельзя не упомянуть Александр Плац. То есть, это ключевую такую площадь для восточного Берлина. А теперь уже и для Берлина в общем. То есть, из западно-восточного общего. Так как он один уже, правильно? Уже 30 лет как. Так вот, значит, смотрите. Можем отсюда видеть это здание. Это здание что-то вроде ЦУМ-ГУМ был, насколько я понимаю. Вот эти вот здания здесь. И это вот что-то такое вместе было важное. Такая площадь, где люди шопились, там что-то закупались на Рождество и прочее. Из того, что смотрел. Из документалок всяких, да? А, соответственно, башня телевизионная видна отсюда очень прекрасно. Она изо всех мест Берлина видна практически. И это очень прикольно. Она реально классная. Она такая монументальная, я бы сказал. Можно залезть наверх, посмотреть, конечно, что там. Пока еще не ходил. Так что вот, смотрите. Это вообще какая шопинг-плаза была. И также место для собраний, для всяких митингов, демонстраций. Вот. Дальше фонтанчик какой-то типа дружбы народов, да? Что-то вроде того. То есть такое интересное весьма. Что-то опять же в таком восточном, в нашем стиле. Восточно-европейском. Вот. Далее у нас гостиница, которая изначально была какая-то, ну, такая опросенькая гостиница, которую, видите, обшили чем-то более современным. И называется теперь Park Inn. Ну, по крайней мере, много-много лет уже. Я 4 года назад был в Берлине, на Александр Пласт то же самое было. В общем-то, что-то такое осовремененное, но в реальности там что-то старое. Вот. Трамвайчики ходят здесь у нас, соответственно. И далее видны вот эти все блоковые дома. Аккуратно переходим, потому что трамваи гоняют только так. Надо только успевать смотреть за ними. Вот. На самом деле хочу показать мой любимый артефакт, который не эти трамвайчики, не эти поезда. А мой любимый артефакт, безусловно, здесь эти часы. Как мы видим, значит, башня у нас здесь, а здесь находятся часы, которые показывают мировое время. Можно посмотреть даже, видите, там написано Владивосток, Хабаровск, Якутск, в общем, Сеул, Токио, Пьеньян, Омск, Алматы, Ташкент, Новосибирск. В общем, можно встать и посмотреть, судя по всему, понять, какое время. Но, честно говоря, не знаю, кем пользоваться. Если вы знаете, скажите мне, напишите в комментариях. Честно говоря, не знаю, кем пользоваться. А здесь еще продублированы вот такие вот часы обычные. Вот. То есть такой стиль, скажем так, очень советский, да, но при этом смотрится до сих пор, скажем так, интересно. Ну, скажите, согласитесь со мной, что это очень такое прикольное творение. А когда стемнеет, оно еще красивее будет. Цифры будут подсвечиваться. То есть оно, не знаю, мне очень нравится это место. Прям заряжает мне какой-то энергетикой своей. Посещение Берлина было бы неполным. Без посещения, естественно, Трептов парка, который находится вот за моей спиной. И куда мы сейчас пойдем? Итак, друзья, заходим в Трептов парк. Как вам уже, наверное, известно про это место, оно является очень важным в истории ГДР, истории СССР. В общем-то, это место, где установлены памятники воинам, которые легли за победу. И вот монументально очень красиво смотрится. Действительно, сейчас я вам покажу все, сами увидите. Постоим, помолчим. А теперь давайте посмотрим на самый главный памятник на этой площади, на этой аллее. Значит, это воин Красной Армии держит на руках девочку и меч в другой руке. И мечом разрубает, вы сами видите, что. Вот такой вот памятник, ребята, произошедшему в Советском Союзе, в Европе, в Германии. Напоминание вечное нам, что такое война и к чему она приводит. Что я могу сказать, друзья? Это восточный Берлин вечером. Просто, я не знаю, хожу и кайфую. Все так хорошо, чистенько, спокойно. Все освещено. Все в правильном архитектурном выражении сделано. То есть, ну все выглядит, как должно быть, по-человечески. Вот и что от западного. Там все тут трава, там вони, тут травки. Здесь все классно просто вообще. Дворы как надо, родные. Все хорошо, в общем. Чего, зачем куда-то в Берлине еще ездить, кроме как вот восточный Берлин? Ну, я ничего больше смысла не вижу. Друзья, спасибо, что со мной прогулялись по восточному Берлину. Надеюсь, вам было интересно. Будут еще новые видео. И да, до новых встреч. Здесь очень-то прикольно прогуляться, посмотреть, как оно было и как оно сейчас есть. И несмотря на то, что, мне кажется, многие грани стерлись, и что это уже один как бы единый Берлин, ну, как видите, по крайней мере, архитектура еще сильно отличает. Да, и менталитет людей тоже. Восточный он все-таки немножко другой. Я говорю восточный, я имею в виду восточный европейский, конечно же. Такой вот. Так что да, спасибо и счастливо.